добрейшего времени суток всем любителям варкрафта с вами бани вур и сайт goodgame.ru продолжается рубрика vc3 best replays и на очереди четвертый выпуск как видим это демка из легендарного пока от зонтика на карте эхо айлз играют zero фоу из клана just for skill куда меня когда-то приглашали комментатора они ждут это было давно в какие-то лохматые незабвенные годы против эльфа эльфа имя которого для нас пока неизвестно но мы обязательно с ним познакомимся да вот он тот самый эльф и он будет играть через нейтрального героя это видно по отсутствию алтаря ну какой здесь может быть нейтральный герой 2 ангела машины этой карте вообще идеально подходит dark рейнджер к потому что во первых ее завершена что мертво умереть не может говорит that night и отказывается бросать койл в дарку вот плюс до определенного момента можно отлично расхарасить своего соперника до появления дестройеров скелетами в общем ударки много-много приятных плюшек плюс сайленс опять же который заставляет замолчать андетских героев лучше стройка завершена прокурор в общем дарка хороший вариант еще может быть так толку это на самом деле может быть вплоть до панды первым героем у эльфа против андета здесь это же напоминаю best replays а значит игры с нетривиальным сюжетом что будет происходить мы пока не знаем но это точно должно быть что стройка завершена ординарная здесь вполне ординарный дк мужчина на мертвой лошади отправляется в свое путешествие ну а сейчас мы увидим кого выберет эльф андет понимает что там нейтральный герой улыбнулись друг другу или арча подбегает и берет beast мастера в таверне повелитель свиней или я забыл кто написал винни-пуха они астрид ли лингрен может быть астрид лингрен но не уверен так вот это автор книги о винни-пухе потому что у него есть полное собрание персонажей есть пятачок есть злобный медведь тройка завершена есть мудрая сова всю эту весь этот зверинец он может вызывать и устраивать андету аннигиляцию ну вообще без то беру для того чтобы поставить быструю нычку быстро на тир 2 и каким-то образом с самонами отбиться от харасса андета посмотрим каково будет на этот раз дед найт в ожидании криппинга замер замер у эльфийской базы на нас напали в это время мист уже получил почти второй левел закрепил несколько точек может быть одну может быть я но у него есть три свиньи эти все три свиньи отправляются на базу без идет подлечиться у него тяжеловато с хп обратите внимание как эльф грамотно поставил барак от мячи от прошлой игры арава гулей не придет ему выгрызать колодцы тройка завершена здания здесь эльф надежно защититься от подобного харасса плюс беста конечно харассить с гулями тоже плохая идея потому что кабаны кабаны даже первого левела гулей довольно быстро выстригают в общем на 2 арчи становится больше у эльфа сейчас этой пачкой арчи начинает криппинг андет добивает кстати говоря кайлов первого крипа с чем мы его и поздравляем лист просто идет разбираться с дк один на один и вот здесь самый необъяснимый кайл в моей жизни летит в тролля я вообще не понял зачем его бросал zero for возможно он подумал что у него уже кайл 3 левела и сейчас этот тролль отъедет но нет нет мы видим нычку от эльфа выращивают деревья всех видов как настоящий агроном бист вызывает сто сорок восьмую свинью и они идут все провожать дк в светлый путь постройки сокола то еще и отличная разведка там да да вот он садится на хвост дк и все передвижения мертвого мужчины на лошади не становится больше для эльфа загадки пользуется он моментом виде что один дк харассит нычку чтобы подкрепиться но тут коварный андет приводит вместе с дк еще двух скелетов и финда и это вносит определенный дисбаланс в ситуацию потому что нычка которая уже больше чем на половину построилась нычка как мы видим по динамике отменяется и никакая пачка арчей не может этому помешать здесь еще и в виспа кидается койл минус висп в общем неплохо прибежал дк отменил экспант задержал эльфу тайминг это означает что ну подпортили жизнь ушастым без недоволен пытается проводить дк как истинный джентльмен проводить дк домой дк все понимает постройка за парень ушлый постройка завершена предприимчивый и говорит не надо провожать я уйду сам андет тем временем выскакивает в тир-3 я думаю что поскольку дк харассил с поздними финдами это обычно у андетов признак пуша на тир-3 и вообще краеугольный камень всей этой стратегии от эльфа заключается в ответе на главный вопрос сможет ли эльф отбить тайминговый пуш андета под построившуюся нычку хватит ли у него ресурсов хватит ли у него армии ну вот здесь сам он и а свиньи будут уже 2 левел они конечно должны помочь если эльф отбивается то фактически игру он выигрывает если не отбивается то тогда ну в общем вы сами понимаете что с ним происходит дк пытается кстати два кольца армора листа поскольку этот герой на силу то лишний армор ему не помешает обычно у героев на силу них очень большой пуль хп но очень мало арморов вследствие чего занюкать таких героев тяжелее но зато довольно быстро они уходят с авто-атакой с фокусом и вот колечки армора они делают беста не только толстым но еще и таким знающим джиу-джитсу персонажем его не так просто убить становится все эти хп они станут подкрепляются еще и высокой броней действительно завершена висо эффективными свой зверинец бист мастер также подкрепляет еще и фауны из лагеря наемников в общем эльф разводят здесь настоящую разноснащий заповедник зоопарк звери всех мастей и окрас треки левел дк после криппинга магазина и лавки наверху а у беста когти ну когти не очень нужны и бесту берется дарк рейнджер к и вот сейчас судя по всему андет собирается прийти в свой первый пуш на 40 лимитов и завершена фундами максимально быстрый три фенда тележка или три героя здесь у эльфа есть к этому готовый ответ на вид его больше есть называют его правку поносный голем который поможет при отсутствии дестройеров вцепиться в горло одному из героев вот в этого поносного голема сразу вгрызается по-моему висп диспелит свой сайлент свой сайлент свой же слов отлично убивается финт андет здорово выщелкивает лич с арбой очень хороший жесткий фокус но фокусящих все меньше и меньше эльф решает наконец работать по юнитам а не по героям это правильное решение вот здесь бы просветочки конечно сокола можно вызвать если есть мана конечно но маны судя по всему нет и андет прожав дарк рейнджер к и инвул видимо в боязни отдать героя телепортируется но все его финды биты видимо дико не было маны ну видно по иконке маны было максимум на один койл он решает по добру по здорову от греха подальше ретироваться во своя 7 но и правильно делать но при этом неплохо раскидал армию эльфа андет и я уверен что будет второе пришествие его а бома заказывает для танкования и играет на дестройеров я думаю уже сделался или сейчас в продакшене у эльфа заметно поредели его ряды он отбил первый пуш но вот сейчас в рядами будет отбивать вторую дрят в отличие от омчей не подписишь через нову ну в смысле но нового не покидаешь в них и они чуть более устойчиво хотя конечно тоже шлюпаются финнами или чем с рабой на раз-два так что же решает андет будет ли это 2 2 приход с пушем либо вот судя по его передвижению он планирует нычку поставить здесь одинокая свинья повздорила с местным населением андет пришел впрячься за кабана кабан унес эту информацию в листу два свитка здесь ударки андет готовится закладывать нычку то есть он почему-то решил что если первый пуш не зашел а кстати очень повезло андету что у беста не было маны на сокола или не было просветки потому что иначе у него точно легли бы все финды вот андет решает сыграть более сейфово поставить нычку кану у него уже есть технологии ему осталось только немного денежек для того чтобы выйти в свой жесткий лимит но сейчас на лимите 50 сидит и будет копиться нет сразу выходит он сразу выходит из лимита с дистром ну такое решение от андета конечно довольно интересная почему потому что вроде деньги тогда нужно было вкладывать в то чтобы выйти из лимита резко сразу там 70 и пробивать эльфа которые без технологии не должен был стрелять на шлюпать аршина андет ставит нычку выходит из лимита зачем-то и идет ну типа харассить это эту злосчастную эльфийскую базу в общем жадно андет решил и рыбку съесть и на диету сесть его право его право тем временем эльф собрав всех своих коз без становится на это время построить кавказских пастуху либо петром листерманом у него сплошные козы видео в подчинении и пара свиней в качестве охраны вот он от направляется на ответ на дружественный визит на нычку андета горячих будет показывать от его лица но недолго видимо аспирантом захотел просто показать лимиты и до строился достроилась морозная башня и сейчас до строится закурат конечно здесь пусть будет обречен приходит тем более андет и эльф начинает нажимать телепорт у него сейчас заработала нычка но эльфу нужно тратить ресурсы чтобы заказать я уверен great на tier 3 и готовится к какому-то более технологическому лимиту да у него tier 3 вот только что заказался и пока готовится скажем так все подарки андету в виде медведей форме в виде сильной армии и так далее арбы там без ту например в общем пока все это готовится эльф должен разводить но с другой стороны андет будет заниматься тем же самым поскольку у него у самого строится нычка в общем эльф сейчас теряет время поскольку он отправился на магазин который закреплен и последние точки забираются игроками это означает что делать на карте будет решительно нечего эльфу очень невыгодно сейчас сражаться он ждет технологий а вот андет уже вышел в свои сейчас его задача просто выходить из лимита правда вот не так как дорогие дети не подавляйтесь примеру этого андета он из него выходит из этого лимита постепенно вообще андета обычно на 50 селят а потом резко заказывают чтобы не штрафоваться по зону и так эльф приходит к андету развлекать потому что делать ему совершенно нечего он скучает 56 лимитового андета но у эльфа больше правда здесь финды и лич довольно быстро будут выщелкивать ряд бестмастер получает но судя по всему 5 дарка 3 делает просветочку эльф и андет начинает отводить своих финдов но фокус андета намного эффективнее тут все-таки два ранджовых героя и один из них с арбой минусует армор дриада в общем все это выщелкивается но просто мгновение ока тем временем у андета достраивается эксплант эльф как бы намекнул ему что строительство машина сиди в полтиннике уменьшил лимит андета до полтинника и стелепортироваться андет вот интересно сделать ли он выводы из этой эльфийской аллюзии или нет наверное нет что-то мне подсказывает ну в общем эльф понимает что сражаться с продвинутыми войсками андета стадом кос не релевантно абсолютно и нерентабельно эльф ну там судя по всему уже заказывают грейды на медведей готовится выходить во что-то более жестокое тертришная крепкая и мощная пока кстати нет андета большого количества дестройеров мишки бы здесь очень хорошо порешали даже если бы там был 12 destroyer михаила раскидали бы довольно быстро эльфа ну вот эльф ждет сам теперь будем сидеть в лимите 50 убийста есть 5 левом он играет соло беста и стремится к шестому на шестом левале beast устроит андету настоящий карнавал шина программы в мире животных потому что призовет просто видимо постройка за всю фауну африки побегут какие-то бронтозавры носороги бизоны которые почему-то врезаясь в здание бизона камикадзе которые врезаясь в здание взрываются бизоны шахиды и бронтозавры талибы ужас в общем без будет соло качаться до 6 здесь два медведя ждут машеньку гости и это будет макро игра нычка на нычку с хай-тек лимитом не завершена всеми грейдами в общем адет принял решение перевести игру на долгие рельсы в долгое русло поняв что может не пропушить может не пропушить это стратегия как вы понимаете практически у андета улыновая то есть он выходит 50 зачем на 60 70 и должен эльфа забрить постройка завершена эльфа с нычкой сам нычку при этом не ставим но вот андет андет принял другое решение и посмотрим сейчас насколько оба игрока будут готовы к макросражениям бист уничтожил сундук видимо скрывает от налоговой все свои доходы у него просто были full слоты а второго героя у эльфа не предвидится у андета кстати мы видим в инвентаре амулет маны это очень серьезный серьезная подкрепа опять же кайлов о дк будет бесконечное количество учитывая что там нет демон хантера и никто не будет его мановер то есть в длительных сражениях если андет будет грамотно контролить у него третья дарка бист может надолго молчать опять же есть хотя в принципе заставлять места молчать не так профильно все равно всех своих животных рано или поздно вызовет у него самое главное у него нут герои 5 там 433 это это очень сочетание то есть будет очень хороший нюк завершено и бесконечные кайлы при наличии контроля можно все раскидывать две труповозки начинают забрасывать мясом альфийские древа здесь два метри медведи четыре медведя андета 66 и снова он убив магазин просто отжимет т.п. забирающие медведя но отдавая обомов то есть медведь магазин и обом но труповозки труповозки глупые труповозки решили посражаться без армии биста решает за это наказать мучиться у него по моему есть арба мучиться вторую труповозку догонять яд ряд на труповозки не действует но мне кажется там биста хватит 1 бросилась было жертвовать своей жизнью чтобы подруга спаслась но и подруга глупая не убежала в общем это конечно это фейл от андета там по-моему шейда за эльфом летает 58 у андета да вот ее просветил сокол вообще против биста шейда конечно не канает потому что провидит номер один есть орел экстрасенс он видит все невидимое обнаруживает все стелс юниты мертвого мертвой раз и поэтому да вообще любой другой раз и поэтому шейды здесь не канаде андет пошел в гости к эльфу у него 66 лимита у него на все деньги заказывают армию интересно посмотреть на грейды вот сейчас эльфа уже визуально больше него есть амша кстати важный момент на нас напали но амша диспельс постройка саняшо диспельс дистрами и так эльфа визуально больше плеч получает там за очередное сбитое дерево очередной level up быстро убивают сокола и начинает очень аккуратный андет он сразу же мет т.п. и снова на отходе успевает закусить медвежатиной очень аккуратно играют оба здесь верма решает добавить у д но это и правильные его 77 лимита эльф решает также добавить своего дракона в общем здоровые жирные дрозды будут летать от обеих армий верм помогает фокусить у него ледяное дыхание которое сильно замедляет цель и добавляет к еще очень много демоджа огромная по dps атака только вот скорость скорость атаки очень низкая поэтому дверь плюется своим льдом раз в полчаса ну а у эльфа будет химера которая также также будет помогать вообще химеры химерами можно и здание по атаковать если грейд нас 1 и будет неплохо убивать строение издалека ну я говорю это будет мясная заруба 80 на 80 а может и 100 на 100 но да здесь два грейда уверма на атаку равно как у финдов но нужно делать новый грейд андеду андет не учится на ошибках очередная тень завершена налогового андетского инспектора растворяется в эльфийском лесу арбал без то он под под заказывает дроздов для того чтобы всекать дестройеров 5 медведей я думаю что эльфа пока поменьше вот здесь два дестройера вирум хороший фокус будет две труповозки вновь отстроены но 44 финда видит эльф состав андетской армии очередной замаза магазина свитки свитки им вулы все что надо дк решил пошопиться еще немного видимо в прошлой жизни так а был бабкой личом купил себе еще ой свиток защиты здесь ну просто полный комплект вообще банкоманы и свиток лечения на любой вкус в общем девайса ну начинается по воск начинает вкусе дриад тут надо поконтролить свиток защиты юзается не на всех андетом дрозды вгрызается верма отступает андет начинает атаковать дроздов остальные дрозды в сетке дарк рейнджерка подставляется под амша бист мастер раздает дарке дк с полным с полной маной не успевает раздавать кайлы в общем не до контролирует здесь заметно химера довольно быстро справляется с труповозками вирм умирает и андет тэпается потому что бист еще и свой зверинец вызвал 63 лимита у эльфа 54 лимита у андета здесь явно эльф подрался профит не он сгрыз весь андетский воздух плюс уничтожил все труповозки плюс съел героя да у меня вопрос с таким контролем дат к найту мана и вечные кайлы они ну вообще и близко не нужны они нужны как козе как козе iphone 10 если ты все равно кайлы не кидаешь что от того что у тебя их 40 штук запасе это ничего не значит закончились тем временем мэйны у игроков и у меня плохое предчувствие относительно будущего андета в этой партии вот не учится на ошибку очередная шейда готовится она два раза убивается понимать из шида шида камикадзе в квадрате первый раз она умирает в жертвеннике а второй раз она подыхает от сокола без мастера и андета ничему не учит жизнь он продолжает их штамповать но с другой стороны околита это дешевый расходный материал поэтому почему бы и нет хоть какую-то информацию шейда будет доносить вот очередная шейда только что было принесено в жертву 2 химеры довольно много воздуха у андета жесткий фокус свиньи здесь конечно нужны дестройеры с одной стороны чтобы все это диспейлить живые хуан деда 23 дестройера химер уже есть great на атаку по здания плюс 16 еще от рыка добавляется атака дроздам еще мочи тяжело будет на самом деле очень тяжело будет а эльф нападает на андера давайте посмотрим как пойдет это сражение под раздам фокус андет отступает пытается выщелкать выщелкать и гиппосов а эльф просто атакой в пол гонят андета подальше свою базу очень жесткая атака от химер нового отличия здесь в принципе можно поразбрасывать новый в зависимости от того есть нет нету свитков у беста поэтому в принципе можно по раскидывать новый подступать но от это явно не хватает контроля минус дестройер от коз андет сильно теряет в армии он явно не до контроли вает он не кидает кайлы хотя у него удка больше половины маны ленивый ленивый мертвый рыцарь аэмша и начинаем развлекать зверинца побежали бронтозавр бронтозавру шахиды и кажется что на дополнительной базе андета сейчас будет сниматься новый выпуск bbc animal planet атакуем финдов сокол должен давать вижен финда видит эльф но как-то снимать с него фокус медведи атакует кого попало вот набрасываются на дарку в этот раз спасет ее такая или нет да койл прилетает хорошая нова дарк рейнджер к получает там уже 4 левел 7 левел бист финдов выщелкивает вроде как эльф здесь побеждает а куда делись его куда делись его химеры я вообще понятия не имею где химеры тут еще сокол добавляет радости у него очень жесткая магическая атака в дк начинается фокуса дк есть инвул дк бежит куда попало отбегает юзает инвул подлечивает а бома вот на лимите 43 андет начинает контролить как боженька но все равно умирает слишком жесткий фокус от эльфа куда делись химеры коза застрелили дестройера тем временем черт я действительно не могу понять ну хорошо у вас есть возможность пересмотреть эту эту запись у меня то не будет хотя нет как у меня будет но я уже не смогу все прокомментировать заново в общем будем считать что андет приобрел какие-то магические способности и с криком лязьки-мосяськи просто заставил химеры щит закончив школу куперфильда возможно андет также хорош как cross на на которая заставляет исчезать огромные бюджеты в неизвестном направлении так но тем временем инкаму андет завершается молитвами коз очень жестко раздает бестмастер с сорбой фокус по дестройерам ну лечи лечи дестройеров ново но как-то щекочет только пятки новой месту андет правда с тремя козами он телепортируется 35 лимита у у бессмертной нежити и явно видно что не такая уж она и бессмертная у эльфа вот у эльфа непонятно сколько лимита и где химеры андету ничего не остается кроме как стоять на руднике в ожидании новой порции бабушек в халатах они сейчас вовсю заказываются инкаму андета нет у него 37 голды и у эльфа есть великолепный шанс сейчас поразводить потому что у эльфа инкам продолжается и андет принимает решение что лучшая защита это нападение и нападает нападает на древо ветров древо начнет махать лапками еще быстрее но к сожалению дятла быстрее заказать не может химер по-прежнему нет не знаю я снимаю шляпу перед андетом он реально мак и волшебный куда делись химеры но наверное он поймал сетку и стрелял чертовой бабушки будем считать так я просто не заметил фокус по медведям хороший койл в финда начинает андета хитон ранить фокусить посмотрите великолепно работает медведи ложатся один за другим нова невидимый сокол там уже естественно может легко харасить в это время околитов почему бы и нет но эльфа больше намного больше поэтому он под соколом выщелкивает финдов остаются только три героя и дестройер дрозд почему-то не атакует дистраун мысль она он хочет атаковать дека но он еще молодой дрозд и не дотягивается может только пометами гадить на лошадь сверху вот лучше бы ему конечно атаковать дестройера но в общем сильно не до контролируют оба дека не разбрасывал койлы пол в пол игры но сейчас продолжу без мана наконец поверил в себя дрозд почему-то летает за они ждут мертвым мужиком в общем андет сколько инкома интересно сколько инкома осталось ууда но слушайте судя по всему скоро и вторички тоже закончатся но эльфа должно быть больше 27 лимита у андеда остается 27 5 левела лич вы знаете здесь наличие можно кстати выигрывать у него очень много маны и он может легко разбрасывать новые по армии андеда и хитон ранить просто нова хитонран нова хитонран ну с койлом конечно вы щелкиваем всех медведей потом разбрасываем ряд вот такой план у меня есть для андеда опять же грамотно контролем дистра хотя как грамотно контролем дистра финдов то не осталось дрозды его заклюют несчастны вот все злые медведи жуткие кабаны почему и дрозд не дисплейтер дестройер я не знаю фокус по дк минус дрозд надо дисплей дисплей все господи друг умирает дестройер почему-то не смог закалить его андед лич с арбой дарка начинаем расстреливать начнем стрелять по нет фокуса нет он это никакого совершенно кипер внезапно появился откуда ни возьмись дк не ожидал такую подставу 33 хп он бежит со всех своих ног но у него конечно большой гандикап у него все-таки лошадь а бист бист бежит на своих двоих господи как же криво играет андед сейчас не фокусить своей армии он не дисплейлить дестройером суммонов без то ну теперь у него уже нет дестройеров дисплей нечем но козел это конечно корни тоже между прочим дисплей с очень сильно не доконтроливают оба съедает судя по всему лич для того чтобы бросить новую околита врывается дк получает новую медведь фокус по медведю реджуф на козла реджуф дисплей нечем это большая проблема и дк снова прикапываю да да это убивает юнитов но тут дк выживает на каких-то чудесах и креативе продолжает лечь лопать своих скелетов для маны у андеда есть инкам но еще сильный еще один пушин покупает андед ему нужно срочно каким-то образом ну не шестой левел ему дед пак нужен но правда жрать не кого понимаете голодуха не не уродили финды в этом году у андеда поэтому есть некого понимаете и они ждут съесть брат но есть некого ну хоть скелета фоколитов кого угодно чтобы выживать под корнями нужен destroyer нужно грамотно его контролить от диспеллил от диспеллил улетел кинул новый в дроздов улетел за лес а покусил дроздов вообще с таким количеством койлов и ноф ну правда появились корни но в любом случае они тоже диспеллил ца андед может в принципе не драться играть на хитон ранее конечно вы скажете у дряд есть яд и все такое но у андеда есть аура и в принципе отступать вот так вот раскидывая спела можно три героя но это очень жесткие герои когда дарка получит шестой левел она сможет переманивать юнитов андеда а да 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 дарке до шестого тоже осталось недолго по моему она 5 левела если нам это покажет конечно 5 или нет вот вот в чем до 5 левела дарка то есть андед в принципе здесь на трех героях может завершать всю армию эльфа потому что козлу больше качаться не начал он там и останется второго левела со своими корнями а без да у него много много животных но все они должны диспеллиться дистром и я уже сказал дестор должен когда вступают от новая лича и видимый сокол это большая проблема проблема в основном от того что он не видим как вы могли догадаться и как подсказывает кеп с другой стороны андеду просто некуда сейчас идти у него не жалеет койла для сокола у него единственная добывающая нычка крепится негде поэтому поэтому дорогие друзья андет может легко стоять на месте из-за харасса околита а у него у него и нычка позже то есть него инкам должен инкам у андеда должен быть дольше чем у эльфа нам не показывает сейчас эльфа туман войны непонятно что делает ушастый но у него должна заканчиваться добывающая нычка и в принципе эльф должен на все сейчас заказывать армию и идти идти в финал очку его задача убить трех героев уду ауду задача удара сконтролить свои жалкие 37 лимита поднять дестора дестор обязательно должен быть для того чтобы диспелить самонов только самонов надо диспелить как бы вам не казалось это банально но если не диспелить самонов то дестор бесполезен и тут и тут к андеду приходит лес боже мой лес восстал лес восстал всеми деревьями эльф пошел в атаку сколько голды спрашивает андед эльф улыбается и начинается битва года буратины против мертвых кошмарно это невозможно смотреть без слез две козы и зверинец и буратины но кажется эльф здесь сольет в любом случае даже если убьет сейчас андед всю базу до буратины конечно молодцы но живут они судя по всему недолго андед может вот так легко на китендраге отстреливаться отплеваться хороший сайленс вешает dark ranger к минус destroyer судя по звукам фокус дк на удака есть инвул инвул прожимает и бестмастер можно сделать очень жесткий фокус козла это и происходит дк юзает инвул на последний хп должен быть минус козел койл минус минус кентавр дк отступает под магазин у него есть еще паушин и до разваливается здесь эльф ну ради момента ради момента прихода ожившего леса можно было смотреть эту демку 38 минут гг пишет эльф и выходит в общем что сказать по игре довольно слабая микро довольно тривиальные составы армии я думаю что пока из всего нашего репака из всей нашей рубрики вот четвертый выпуск наверное оказался самым слабым по задумке и исполнению правда конечно я помню как криво исполнял эльф против акслава который его без героев забрил но тем не менее это демка не так интересно лично мне было как например предыдущая игра вот всем большое спасибо дорогие друзья за внимание мы встретимся с вами в пятой серии но в любом случае эта игра была надеюсь вместе с моими комментариями для вас не так скучно и более или менее увлекательно спасибо большое за то что вы смотрите подписывайтесь на канал мой на ютюбе подписывайтесь на канал гудгейма на ютюбе и до встречи в следующем выпуске с вами был баневур пока